Это бросает тень на коммунальные предприятия. Также я хочу сказать, что прокуратура заигралась с такими информационными поводами, когда обвиняют, просто голословно обвиняют коммунальные предприятия в хищениях таких сумм. Я сам заинтересован в том, чтобы было правильное рассмотрение данного вопроса, но хочу сказать, все предприятия, которые зарегистрированы на территории Украины, имеют прежде порядок регистрации. Если эти предприятия были зарегистрированы, у них были налоговые декларации и так далее, то эти предприятия являются надлежащими. Все, что остальное, связанное с Евгением Жилиным, или с Аплотом, или с другими предприятиями, как они там называются, кондитерская фабрика наша или другие, с кем работали коммунальные предприятия, не имеет значения. Все фирмы имеют свою печать и имеют своих директоров. И когда прокуратура голословно обвиняет коммунальные предприятия, то я считаю, что пускай прокуратура сначала очистит себя, а потом будет говорить о коммунальных предприятиях.